Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Третьяков. Сегодня мы обсуждаем очередную экономическую проблему, но такую, о которой очень много говорят в последнее время. Может быть, мне так кажется. Во всяком случае, спор о том, не вернутся ли нам на какой-то новой стадии к государственному планированию экономического развития. Вот эта проблема ощущается очень оста. Я стараюсь внимательно следить за всеми экономическими дискуссиями, даже присутствую при некоторых из них. И, в общем-то, из той экономической политики, которая проводится сейчас, я понял, что есть две главных концепции, на которых она зиждется. Это теория отскока. Все плохо, но когда-нибудь станет хорошо, поскольку, как известно, достигнув НАТО, ты автоматически, особенно с этой резиновой, взлетаешь вверх. И второе, то, что инфляция – это главное зло. Вот с чем угодно можно смириться, но только не с инфляцией. Что-то я не вижу больших на основе этих двух теорий успехов нашей экономики, но призывы к экономическому государственному планированию, я не могу их просто так проигнорировать, хотя мне не нравится нынешнее положение. Первое. Мы уже имели государственное планирование в Советском Союзе. Оно было абсурдным, потому что нужно было планировать производство шпилек, табронов, ваты, туалетной бумаги по всей гигантской стране. Оно было абсурдным, да и невозможно его сейчас уязвить в рыночных условиях. И второе. В конечном итоге эта система привела к краху самой экономики Советского Союза, ну и там далее распад самой страны. Вот можете ли вы сказать, прежде всего внятно и четко, может быть афористично, а что такое сегодня вот это государственное планирование, чем оно очевидно отличается от того, что было тогда, почему этих опасностей, в которые мы тогда вторглись, вляпались, провалились, почему их сегодня нет? Пожалуйста. Я позволю себе тогда начать. Дело в том, что сегодняшнее планирование, планирование в экономике позднего капитализма, даже а не просто рыночной экономики, это совсем не то же самое, что советское директивное планирование. И в этих условиях и у нас, и в других странах используются элементы планирования. О чем идет речь? Речь идет о том, что создается, во-первых, система целей, которые на несколько лет, на пять лет принимаются как необходимые. Второе. Такие слова произносятся. Тут ничего. Это не слова, это закон. Значит, под закон делаются правила игры. Вот если ты производишь, будучи частным или государственным бизнесменом, высокотехнологичное производство, у тебя низкий налог, у тебя дешевый кредит, и осуществляются государственные инвестиции. И это все делается в рамках пятилетней программы. Государство, которое играет большую роль в экономике, в России официально 38%, если я не ошибаюсь, доли государства в перераспределении валового продукта, больше треть. Государство осуществляет инвестиции. Эти инвестиции могут осуществляться как раз уже по плану. То есть мы говорим, вот мы в течение пяти лет вот туда вложим столько-то денег. Ну и сейчас это вроде бы делается. И во-первых, лучше говорится, что делается. Виталий Тойч, у вас очень хорошо и правильно вставлена оговорка. Вроде бы делается, да? Я основываюсь на том, что говорят всякие министы. На самом деле так не делается. То есть единой программы, где были бы согласованы налоговая политика, инвестиционная политика, кредитная политика, где были бы четко прописаны приоритеты, такого нет. В Советском Союзе, во-первых, никогда не планировали все из одного центра до гвоздя. Существует иерархическая система управления. И она работает. Где хуже, где лучше. Поэтому тут надо сначала избавиться от пародии. Хотя Советский Союз действительно имел бюрократическое планирование, и такое планирование устарело. А такой орган, как Госплан, ну или он нужен при этом? Нужен. Да, понятно. Кто еще? Да, пожалуйста. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что логика, озвученная вами, логика противников планирования, она в некотором роде содержит грубый логический промах. Промах тех людей, которые возражают против планирования на том основании, что мы им пользовались, и это оно себя не оправдало, оно привело нас к краху и так далее. Давайте скажем по-другому. Коллеги, мы вчера пользовались ножом и вилкой. Это себя не оправдало, это привело нас к краху. Давайте это все выкинем, и будем ковыряться песочной лопаточкой в своих тарелках теперь, или чем-нибудь еще похлеще. Ну, палочками, кто и говорит, что скоро. Ну, например, да, как вариант. И для того, чтобы принять этот аргумент, нужно доказать как минимум две вещи. Во-первых, нужно доказать, что наши беды именно от централизованного планирования в том виде, в котором оно существовало... Были в СССР, да? Были в СССР, да. Это начнем с этого. И во-вторых, нужно доказать, что это планирование не достигло своих целей. Тех целей, которые ставились именно перед плановым развитием народного хозяйства. Что доказать, с моей точки зрения, неизмеримо труднее. И в этой ситуации совокупный спрос существенно опережает совокупное предложение. То есть, грубо говоря, того, что создается в этой макросистеме, при существующем низком уровне цен, хватает не всем. В странах золотого миллиарда все наоборот. Там ресурсы переоценены, общий уровень цен там намного выше равновесного, и поэтому там создается иллюзия массового потребления, иллюзия общества благосостояния. А у нас наоборот. И плановое хозяйство гордилось именно тем, что в интересах широких слоев населения были убраны стоимостные барьеры на пути потребления. От того-то правительство нажимало на уровень цен в сторону подавления этого общего уровня цены. Это была логика социальных гарантий. А многие вещи доставались людям вообще бесплатно. А что касается планирования как такового, могу сказать, что современный опыт развития экономики доказывает необходимость планирования. Сегодня в современной экономике Франции существует такой орган, который называется Госплан. Экономика Франции от этого не страдает. В Японии пишутся пятилетние планы экономического развития. Я по-простому вам скажу, что дилемма очень простая. Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас кто-то планирует. Поэтому если мы хотим иметь какое-то будущее, которое нам нравится, без планирования не обойтись. Это совершенно очевидно. С 90-х годов я планировал валютный фонд, спуская нам директивно так называемые реформы, смысл которых до сих пор многим остается непонятен. Затем за нас планировали уже сырьевые корпорации, которые получили доступ к мировым рынкам. Сейчас за нас планирует оффшорная олигархия, которая не хочет менять ничего. Поэтому вопрос заключается в качестве планирования. Советское планирование не было абсурдным. Оно было таким, каким было. Оно не было оптимальным. Оно было системным с точки зрения иерархии управления. Но оно в то же время было от достигнутого. Потому что принцип от достигнутого самый простой для административной системы. И, собственно говоря, советская система дала сбой, когда экономика стала очень сложной. И мы вдруг осознали, что технологическое отставание быстро с западом нарастает. Вот мы и про инфляцию сказали. Главный способ борьбы с инфляцией – научно-технический прогресс, как ни крути. Снижение издержек, повышение эффективности. И каждый потребитель об этом знает. Второй способ снижения инфляции – увеличение объема и разнообразия производимых товаров. Удовлетворение спроса. Третий важнейший момент – стабилизация курса валюты. Потому что в нашей открытой экономике без этого вообще ничего планировать нельзя, без стабильного курса. И что получается? Добавлю четвертый момент. Контроль над ценами монополий. Да, конечно. То есть, вот если системно подходить. А если подходить, как говорится, по-простому, значит, как они делают. Вот примитивность достигла апогея. Когда говорят, что у нашей системы есть одна цель, и только есть один инструмент достижения этой цели, значит, считайте, приплыли с точки зрения абсурда до полного, что называется, непонимания механизмов управления сложными системами. Любой кибернетик знает. Если у вас сложная система, то избирательная способность системы управления должна быть не ниже, чем разнообразие объектов управления. Это вот пример примитивизации системы управления, доведенной до полной деградации вообще. И непонимания причинно-следственных связей. В экономике никогда нет точки равновесия. В экономике всегда, если государство самоустраняется, рыночные агенты пытаются захватить монополию. И без государственного регулирования обеспечить оптимизацию использования ресурсов невозможно, потому что вступают те или иные силы, которые смещают экономику на себя, одеяло перетягивают на себя. Вот эти монопольные, либо лапистские группы... Так, вы еще не вступали вдвоем? Нет, еще. Давайте закончим с недостатками и достоинствами советской системы, и сравнение с нынешним. И потом перейдем вот к той оптимальной модели. Я очень много и детально копался в опыте советского планирования и не мог не обратить внимание на огромное количество недостатков, которые эта модель была обременена. Но, несмотря на это, я не стал бы давать ему уничижительную оценку. Почему? Вот говорят, что наша плановая модель привела Советский Союз к краху. Но ведь не менее верно утверждение, что эта плановая модель создала Советский Союз. Не было бы того Советского Союза, который был второй сверхдержавой мира, если бы не было планировано. Этот инструмент был очень грубый. Очень, я бы сказал, негибкий. Но очень мощный. И главное, что он позволял решать задачи, которые свободный рынок точно не может решать. Он позволял быстро и в огромных объемах перераспределять ресурсы на ключевые направления развития и смещать структуру экономики в желаемом направлении. То, чего свободный рынок точно сделать не может. В всяком случае быстро и эффективно. Во всяком случае, да, в такие сроки и в таких масштабах. Допустим. Ахиллесовой пятой советского планирования была очень слабая обратная связь производства с потреблением. И вот та экономика дефицита, о которой здесь упоминали, это была одна из причин недовольства советской системой и один из факторов ее распада. А вот когда меня спрашивают, нужен ли Госплан, я отвечаю, нужен. Но нужен Госплан не для того, чтобы централизованно устанавливать плановые показатели, а для того, чтобы делать те плановые расчеты, в которых Госплан набил себе руку очень хорошо. Вот методологию плановых расчетов надо вернуть. Надо ее использовать не для того, чтобы приказывать всем сверху, что надо делать, что надо производить, кому передавать и по каким ценам, а совсем для другого. Для того, чтобы использовать современные методы планирования, планирование индикативного, когда план есть приказ не для предприятий, а для государства достичь таких-то и таких-то целей. А вот чтобы эти цели были достигнуты, государство должно соответствующим образом стимулировать производителей для того, чтобы они работали именно на эти цели. Вот тогда механизм заработает. Так, Сергей Дмитриевич, вам есть что-то хорошего сказать о советском планировании? Я думаю, что сама система, советская система планирования с точки зрения научного подхода, научности содержания процесса, это уникальная вещь, которую нельзя отбросить. Но сегодня это невозможно. Возможны расчеты, которые необходимо применять. Возможно оценка ситуации с помощью этих расчетов. По моему пониманию, под государственный сектор можно было бы подвести планирование вплоть до жесткого планирования в каких-то позициях, в каких-то подчеркнув позициях и директивного планирования. Почему? Потому что какие-то параметры государство должно определить приоритеты, каким-то образом потребовать исполнения от тех структур, которые являются государственными. А вот частный бизнес, он, имея вот эти, так сказать, ориентиры, мог бы уже ориентироваться на государственный заказ, так сказать, на государственные решения, на работу государственной части, под которую можно было бы спланировать определенные решения в сфере развития тех или иных секторов экономики. Вот мне кажется, что как раз в этом смысле методики, технологии и, ну, скажем так сказать, достижения советской системы планирования вполне могут быть востребованы и сегодня. Так, я понимаю, каким может быть и, очевидно, должно быть планирование. Государство, Генштаб решает, нам нужно тысячу танков на ближайшие пять лет. Частных фирм, которые производят танки, пока нет, поэтому заказ распределяется по государственным соответствующим казенным предприятиям, и директор отвечает не только там своими зарплатами, но и, видимо, тем, он останется на посту или останется. Если при этом говорится, что... А если возникнет частная фирма, которая будет выпускать танки даже лучше, чем... То ей тоже будут какие-то льготы, там, что-то такое. Это я понимаю. Или сельское хозяйство. Сто сорок, там, пять миллионов человек. С хлеба нужно столько, там, картошки сто... Ну, урожай есть. Значит, обеспечили всем этим, получили свое. То, что сверх, государство либо выкупает, чтобы не разоряться, либо вы имеете право продать на внешний рынок и получить там сколько хотите. Если урожая нет, то государство не урожае в какой-то сеть. Оно тоже может здесь что-то спланировать, дотации, да закупить само на внешнем рынке. Но опять, обувь, одежда, те же самые квартиры, жилье. Ну, миллионы других вещей, автомобили. Объясните. Не-не-не, здесь другая песня. Вот, смотрите, вы сказали жилье в качестве примера того, чего не нужно планировать. Смотрите, по Москве так называемая точечная застройка. Строится жилье, возводятся дома, застройщики деньги нашли. Но придомовая территория устроена так, что из этих домов нельзя вывезти мусор. К этим домам не в состоянии подъехать скорая помощь или пожарная охрана. И люди, которые живут в них, являются заложниками этой точечной застройки. Но это, сколько говоря, это не экономическое. Нет, подождите. Это вопрос планирования. И когда мы говорим об инфраструктуре, инфраструктура должна планироваться обязательно. Это не значит, что нужно делать в тех формах, как это было раньше, директивно. Но существует такая вещь, как план развития территории. И в любой нормальной стране это есть. И в развитых странах, и в развивающихся. И люди должны понимать, что вот через два года здесь пройдет шоссейная дорога. К какому-то отдаленному, допустим, населенному пункту. Через два с половиной года вот здесь будет стоять химический завод. А через три года вот здесь возникнет школа или детский сад. План развития территории. А вот эта территория выделена... А дальше, пожалуйста, конкурируйте, кто построит дом вот на этой территории. И, Виталий Тович, очень важная реплика. Вы совершенно справедливо сказали. Во многих сферах в рыночной экономике сейчас именно такая. Планирование не нужно. Мы не говорим сейчас о том, как построить посткапиталистический, пострыночный мир. И, кстати, мы тогда берем из советского планирования то, что там было действительно позитивного, когда мы делали большие планы на пять, а то и на десять лет. И не берем того, что было плохим. И давайте посмотрим, качество продукции у нас планируется. Что такое, по идее, ГОСТ, когда вредной продукции нет, экологически грязной продукции нет? Это называются нормативы. Нормативы. Нормативы – это важнейшая часть планирования. Экономика – это очень сложная система, в которой есть множество обратных связей, которая имеет современная экономика и плановое начало, и механизм рыночной конкуренции. Механизм конкуренции создает необходимое разнообразие. Государство идеально должно его поддерживать. С тем, чтобы в процессе конкуренции экономические агенты производили то, что нужно обществу через механизм спроса. Но здесь возникает огромное количество проблем, которые государство должно решать для того, чтобы оптимально систему поддерживать, ориентировать ее вопросом еще на что. Если мы ставим ориентиром подъем общественного благосостояния, тогда мы должны понимать, какие нас ждут здесь опасности. Там злоупотребление монополистов, предположим, – это одна проблема. Другая проблема – технологическое отставание. Причем, чем больше, более развито общество, тем больше проблема государства. Потому что в современном технологическом укладе главный потребитель, человек, это здравоохранение, образование, наука. Они вообще без планирования жить не могут, потому что там доля государственных ассигнований на те же больницы, социальную инфраструктуру превышает долю частных инвестиций. Потому что у частного сектора есть свои ограничения. Частный бизнесмен не любит неопределенности. Он хочет минимум конкуренции. И хочет вообще, так сказать, поменьше работать, побольше получать. Поэтому частный сектор нужно ставить в такие условия, при которых люди будут работать и получать, не за что попало. Я считаю, что сегодня образцом в каком-то смысле является китайская модель, где планирование и рыночная самоорганизация упакованы как две стороны одной медали через механизм гармонизации самых разнообразных социально-экономических интересов, где учитываются и интересы потребителей продуктов питания, да, там, рыночный механизм. Вы, кто был в Китае, видят, что там государство не планирует, там, сколько нужно пельменей произвести, там, и так далее. Это вы, как потребители, сами задаете задачи. Но государство планирует скоростные дороги. Оно держит цены на базовые сырьевые товары. То есть вот здесь нащупан механизм гармонизации, где в качестве критерия выступает все-таки, как ни крути, подъем общественного благосостояния. Эффективность планирования определяется ответственностью за достижение поставленных целей. Если вы задали некий план, его не выполнили, то какое же это планирование? А поскольку планирование у нас как идеология, в принципе, отвергается, значит, получается так, что на уровне высшего руководства задаются правильные цели и ориентиры, а дальше сработают эти цели, будут ли они достигнуты. Как бы решает эта хаотическая среда, которая, если бы не ручное управление, о котором вы говорите, вообще бы привела нашу экономику к полному коллапсу. Только ручное управление еще спасает. Но это ручное управление бессистемное, неоптимальное, нет механизмов ответственности, поэтому крайне низкая эффективность. Бизнес должен видеть, где прорывные направления экономического развития. Дальше государство смотрит, какое состояние научно-промышленного потенциала. И вкладывает деньги в его совершенствование с точки зрения развития принципиально новых технологий, в которые бизнес денег никогда не даст, потому что это страшная зона рисков и неопределенности. И дальше, когда уже бизнес понимает, значит, где он может заработать деньги, государство ему говорит, вот есть баланс. Вот если вы все тут начнете производить обувь, да, то у нас, значит, будет перепроизводство обуви. Поэтому делается баланс, и бизнес видит, что есть смысл производить, что нельзя. Где возникают точки спроса, а где, наоборот, спрос перенасыщен. А когда бизнес сам не может справиться с задачей нормального функционирования и получения прибыли за счет расширения производства, тогда возникает понятие контракта. План – это есть договор, добровольный договор, причем инициатива на стороне бизнеса. Государство только предлагает условия. И если кто-то из сторон не выполняет, значит, следуют штрафные санкции. Вот сейчас мы отрабатываем этот механизм на примере специнвестконтрактов. Когда в ряде регионов государство в лице региональной и местной власти предоставляет льготы, предоставляет ресурсы местные, землю, инфраструктуру. А бизнес говорит, что вот я произведу столько-то продукций, создам столько-то рабочих мест, освоит какие-то технологии, вот бизнес-план на пять лет. Поэтому государство, если мы хотим стимулировать развитие, должно давать денег в экономику столько, сколько нужно для расширенного производства, освоения новых технологий, не задирая ставку процентов. Это тоже государственная функция. То есть это очень сложный механизм, который сегодня нашими либертарианцами упрощается просто до полной абстракции и не работает. Ну вот я хотел бы заострить один из тезисов, который только что сказал Сергей Юрьевич. Вот для современного планирования ключевой вопрос – это технологии. История нашей страны показывает однозначную вещь. Смотрите, индустриализация. Соответственно, индустриальные технологии требуют среднесрочного планирования. Почему это так? Потому что индустриальные технологии имеют определенную форму своего движения. Промышленный цикл, он продолжается порядка 7-8 лет. Это означает, что примерно на половину продолжительности этого срока, то есть на 4-5 лет вперед, вы должны видеть, что произойдет в экономике. Сегодня, смотрите, мы переходим к информационным технологиям. Каждые 50-55 лет новый технологический уклад входит в жизнь и начинает доминировать. Соответственно, для того, чтобы правильно работать с этим технологическим базисом, нам нужно видеть примерно на половину этого срока вперед. То есть на 20-25 лет, как минимум. Технологии заставляют нас заниматься планированием. Раньше среднесрочным, сейчас долгосрочным. И абсолютно прав Сергей Глазьев, который говорит, что если вы сами не занимаетесь планированием вашей экономики, значит другие этим займутся. И будут планировать, как вам жить. Дело в том, что те решения, которые у нас принимаются и которые действительно содержат в себе элементы планирования нашей экономики, вся беда их заключается в том, что они принимаются, во-первых, разрозненно. Они не согласованы между собой. Не установлена ответственность за их выполнение. Тот же самый Минэкономразвитие у нас, к сожалению, когда он приходит в Минфин и предлагает инвестиционную программу, Минфин просто поворачивается спиной и говорит, ничего этого не будет. И все. На этом все согласование кончается. Вот хороший пример импортозамещения. На пальцах попытаюсь объяснить, как это должно работать. Вот, предположим, в Госсовет, я сам, так сказать, видел, как готовилось решение, посчитали, взяли от регионов, что мы можем произвести дополнительно порядка 3 триллиона рублей на замещение импорта. Это все у нас есть. Технологии, мощности, значит, нужно дать оборотный капитал. Для того, чтобы на 3 триллиона произвести, нужно хотя бы триллион дать денег кредитам. Этого не было сделано. Поэтому кто-то смог, кто-то не смог. Теперь второй пример. Авиация. Мы пересели на импортные самолеты, хотя мы производим всю линейку самолетов. Я вас уверяю, вполне нормальных самолетов. Которые сняты с производства, потому что государство не удосужилось создать механизм финансового лизинга. Это, опять же, кредит. То есть нужно дать денег, купить самолет, передать его в эксплуатацию авиакомпании. В современной рыночной экономике этим занимаются банки. Но государство субсидирует научные исследования. И 85% инвестиций в самолет – это не окры, но научно-исследовательские работы, которые в основном субсидируют государство. Потому что высокие риски, опять же. Так вот, мы, имея всю линейку самолетов, абсолютно всю, все классы самолетов, отдали весь рынок полностью за рубеж. Потому что в силу того, что в планировании не принимает участие финансовый блок, он отсутствует в планировании. А в условиях рынка, если у вас финансового блока нет в механизме планирования, значит за вас планируют те, у кого есть деньги. А деньги есть у иностранных банков, которые дают кредиты и потом предоставляют в лизинг самолеты. Поэтому мы подходим к третьему элементу планирования – планирования финансов. Здесь тоже импортозамещение. Из-за того, что искусственно под давлением валютного фонда мы подсели на иностранные кредиты, сами не стали создавать свои кредитные ресурсы, у нас 80% денежной базы сформировано было под иностранные кредиты и инвестиции. И под покупку валютной выручки от экспорта нефти и газа. И вот возникает вопрос – кредитов нам больше не дают. Нам нужно заместить во внешние кредиты внутренними. Как это делается в Америке? В Америке Конгресс определяет бюджет. В бюджете фиксируется дефицит. Сколько не хватает денег для расходов? В объеме этого дефицита Федеральная резервная система США, то бишь их центральный банк, печатает деньги. И за эти деньги покупает облигации государственного долга. Почему наше министерство финансово сейчас имеет дефицит, не делает так же, как делают американцы? Наш Минфин почему-то для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, опять же идет на внешний рынок и выпускает еврооблигации. Но не абсурд ли это? Поэтому система планирования должна быть целостной, сбалансированной и включать в нее все инструменты. Мало сказать, я хочу произвести сотню самолетов, надо под них выделить кредитный ресурс. Скажите мне, я ощущаю, как потребитель, необходимость какого-то планирования. И объясню, по крайней мере, два для меня очевидных направления, потому что то, что происходит сейчас, абсурдно. Первое, я помню, и все, наверное, помнят, как говорили, что реформа РАО ЕС приведет к притоку инвестиций, снижению, и через какое-то время снижение платы за электричество. Мы говорили прямо наоборот. Мы, как ученые, говорили прямо наоборот. Право за электричество постоянно повышается. Я просто, у меня есть квартира, у меня есть дом в Подмосковье. И постоянно повышается. Причем, если сравнить, что было 10 лет назад, это колоссальный рост. Это нужно иметь очень большие деньги, зарплаты, чтобы это выдерживать. Причем разговоры о том, что, ну, раз тебе не хватает, то ты продай свою квартиру и свой дом, они рыночно красивы, но абсурдны. Потому что если все, кто приобрел дома, будут их продавать, то тогда мы этого среднего класса лишим, ну, сами будем его лишать. И кто еще будет эти дома покупать? Вопрос еще, кому их продавать. И второе. И второе. Зарплаты. Как-то они увеличивались. Сейчас они не увеличиваются, а уменьшаются фактически покупательные способности. Но любая западная страна может легко переманить. Странно, что они этим еще мало занимаются. Кого угодно. Потому что там за аналогичную работу люди получают больше. Я тоже этого не пойму. Как можно пытаться вытащить себя из какого-то экономического кризиса, когда у тебя люди, очевидно, получают за аналогичную работу по сравнению с Западом меньше. И никакого тут этого разрыва, то есть никакого уменьшения я не вижу. На мой взгляд, это дефекты, безусловно, планирования. Либо специальное планирование... Это дефекты управления системой. Вот Роберт говорил про сложные технические системы. Мы имели самую эффективную в мире единую энергосистему. Самую большую. В нашей уникально большой стране мы имели самую эффективную в мире систему генерирования и распределения электроэнергии. И здесь есть тоже свои законы, так сказать, управления. Мы говорим не столько рыночной конкуренции, сколько рыночной самоорганизации, когда сравниваем с планированием. Это две стороны одной медали. Планирование, как бы то, что мы хотим, и самоорганизация, то, что получается в результате конъюнктуры, конкуренции, и как складываются ситуации на рынке. Так вот, есть просто постулат. Чем меньше конкуренции, тем больше должно быть планирования. В системе производства, распределения электричества конкуренции нет. И быть не может в нашей сложившейся исторической системе генерации. Другое дело, если бы мы с нуля с вами начинали, там, вы захотели солнечную батарею, там, он захотел ветряк поставить, кто-то маленькую ГЭС поставил, тогда, пожалуйста, конкурируйте. Но у вас система сложилась супер-монополия. Поэтому все ученые, я не знаю ни одного профессионала, который бы не ругал реформу РАО ЕС, потому что объективными результатами, как дважды 2,4 стало то, о чем вы говорите. Мы об этом предупреждали, говорили. И более того, темпы повышения тарифов тоже вычислили, как они будут повышаться. Что мы сегодня имеем? Рынка нет, конкуренции нет и планирования нет. Значит, хаос, в котором монополисты извлекают сверхприбыль. Это вот классический пример, то, как нельзя делать в условиях современной экономики. Риталья Альтович, мы вот немного ушли от реиндустриализации импортозамещения. Я не знаю, там Сергей Дмитриевич включится или нет на эту тему в разговоры, а потом я бы поговорил немножко про... А реиндустриализации у нас были здесь разговоры. Все-таки вот аплодирование. А что? Я вот куда ни ткнусь, я не понимаю, как сделать так. То есть недостатки нынешней системы я совершенно очевидно вижу. Эти кредиты, о которых уже по высоким... О которых же на телевидении только каждодневно идут на эту тему, дискуссии. Недостатки очевидны. Проблема. А где вот эта модель? Ну вот опишите ее в двух-трех словах. Виталий Альтович, модель, я еще раз говорю, достаточно хорошо известна. Она пробирована, поэтому это не фантазия. Это просто синтез того, что было во многих странах мира в рыночной экономике. Первое. Мы принимаем в Государственной Думе и президентом подписываем план экономического развития, в котором приоритетами являются вот три основных сферы. Современное производство, наука, образование. Приняли. Других приоритетов у нас не будет. Второе. Мы говорим, под это мы выделяем такие-то государственные инвестиции. Занимается государственными инвестициями такой-то государственный орган. Мне нравится название Госплан, пусть будет Министерство экономики. Мы под это выделяем такие-то заказы частному сектору, для того, чтобы обеспечить часть производства в государственном секторе. Этим занимается Министерство промышленности. Мы под это выделяем кредиты. Этим занимается Минфин, который соответствующим образом решает проблемы с банками. Далее. Мы создаем правила игры для частного сектора, о которых мы здесь говорим. Сейчас все это и есть. Вот этого ничего практически нет. Ничего нет. Сейчас Минфин в режиме ручного управления своего собственного и по звонку с самого верха определяет, кому сколько чего дать. И кому не дать. Причем это делается стихийно, в значительной степени, исходя из конъюнктуры и в очень небольших параметрах. Понимаете, в чем дело? За счет того, что было ядро, которое не поддалось на это. Вот создание такого ядра через Госплан, подчиненный парламенту и президенту, как орган, который координирует действия в своей сфере Минфина, Министерства промышленности, Министерства торговли и так далее, энергетики и даже частично Министерства обороны. Важно, человек с какой идеологией, с какой экономической философией возглавляет этот Госплан? Принципиально важно. Конечно важно. То есть фактически систему можно соорудить, восстановить, сделать заново, если возникнет человек, который разделяет идеологию этой системы. Если он ее не разделяет, то назови это Госпланом. Если мы поставим на место руководство этой системы человека, который будет проводить в жизнь стратегические интересы государства. Вот я бы так поставил. А если он не будет проводить, то уберем. И будем обладать этими правами. Скажите, а чем в этом смысле все-таки обосновывается то, что, опять же, вроде всем ясно, обычным людям, что если экономический кризис, то важно дать вот этим низшим слоям населения и средним дополнительные средства, то есть вот деньги, чтобы они могли покупать твои продукты. И это раскрутит экономику, и она выведется из кризиса. Говорят, нет, будет инфляция, а это вред. Пусть лучше ничего не покупают, но не будет инфляции. Вот в той экономике, которую вы предлагаете, кто регулирует, кто принимает решения? Во-первых, это одна из либеральных легенд по поводу того, что если дать в экономику дополнительные деньги, то обязательно будет инфляция. Инфляция может быть, если дать в экономику дополнительные деньги. При каких условиях не будет инфляции, если мы в экономику даем дополнительные деньги? Если в экономике используются не все ресурсы, тогда инфляции не будет, а деньги позволят эти ресурсы использовать. И второе. Не будет инфляции при низком коэффициенте монетизации экономики. То есть, когда отношение денежной массы к валовому продукту низкое, у нас как раз... Ну, когда мало денег на то количество того, которое не стоит. Проще говоря, у нас мало денег обращается в экономике. У нас коэффициент монетизации по сравнению и с развитыми странами, и по сравнению с странами Восточной Европы, и по сравнению со многими развивающимися странами занижен. У нас сильно зажата денежная масса. Чрезмерно сильно. И в этой ситуации инфляция ведет себя парадоксальным образом. Если в экономике, где коэффициентной монетизации высокий, дополнительные деньги действительно могут спровоцировать инфляцию. У нас наоборот. Дополнительные деньги снижают инфляцию. Нет, на самом деле это делается почти автоматически при разумной постановке этого дела. Дело в том, что когда мы регулируем определенную страну, нужно понимать, в каком состоянии она находится. И есть такие страны, в которых денег, грубо говоря, слишком много, и там их печатать просто не нужно. Они вредят экономике. А есть такие страны, как наша, где денег недостаточно, и там, наоборот, сжатие денежной массы вызывает инфляцию. Потому что деньги оказываются в дефиците, и как любой дефицитный товар, они дорожают. И это удорожание, увеличение коммерческой ставки процента, оно разгоняет инфляцию спроса по всей экономике. Как если вы задерете цены на электроэнергию, если вы поднимете еще на любой товар отдельно взятый, в конечном счете пойдут волны инфляции и спроса по всей экономике. И денежного рынка это касается тоже, и даже еще в большей степени. Потому что удорожание денег сразу отсекает значительную часть реального сектора от внутренних кредитов. И предприятиям одно время ничего не оставалось делать, как бежать за этими кредитами за рубеж. До тех пор, пока это было возможно. Там кредиты были дешевле, чем у нас в стране. А сейчас, вместе с этими, значит, так называемыми санкциями и всеми остальными вещами, этот источник кредита прекратился. Доступ к зарубежным кредитам иссяк, и у нас нет другого выхода, кроме как рассчитывать на внутренние кредиты. И инструменты, которые нужны для того, чтобы привести это в движение, они все уже есть. Здесь все уже придумано. Здесь не нужно ничего изобретать. Нужно просто посмотреть на опыт других стран. Посмотрите, Международный валютный фонд рекомендует правительству Соединенных Штатов ни в коем случае не поднимать ключевую ставку. Нам они рекомендуют применять дорогие деньги, поднять. Смотрите, им они говорят, у вас недостаточно высока цена труда. Это в Соединенных Штатах и в Японии. Вам нужен более дорогой труд. А нам они говорят, нет, у вас дешевый труд. Это ваше конкурентное преимущество. Вот его и используйте. Но это же издевательство. То же самое они говорят Китай, например. Это не издевательство, это планирование за нас? Это планирование, да, совершенно верно. Ну, вот мой финальный вопрос. В какой-то степени уже отчасти звучал. Мы еще, вот как здесь говорилось, не испытали все эти негативные последствия действия этого якобы там стихийного рынка, когда вместо государства другие. Ну, просто вот люди, кадры не созрели еще. Вот они не ощутили это до конца. Или это все-таки идеология пледная, которая блокирует, неважно, из меркантильных соображений, из чисто идейных. Вот коммунизм, планирование, это плохо. А рынок, вот то, что есть сейчас, это хорошо. И поэтому будут биться до последней капли крови за... Вот, итак, мы еще естественным путем не дошли до этого. Или идеологические шоры, тех, кто сегодня контролирует экономику, не позволяет это сделать. И следовательно, ну, выводы отсюда разные. Ну, типа, по кругу. Мы сегодня испытали все неприятности, связанные с таким дезорганизационным моментом нашей новейшей экономической истории. Я говорю о, например, деиндустриализации нашей экономики. Если мы говорим о будущем, и имеем в виду, что будущее – это, ну, что, технический прогресс, это движение в сторону высоких технологий, это те продукты, товары, которые в будущем, так сказать, будут содержаться огромные, так сказать, долю знаний и гораздо меньше материалов и так далее, да, то мы должны понимать, да, если, как президент говорит, у нас впереди технологическая революция. Мы все это понимаем прекрасно. Да, члены правительства каждый день повторяют. Да, тогда мы должны понимать, мы должны заниматься индустриальным развитием. Но, уважаемые друзья, значит, вспомним 30-е годы. У нас была индустриализация. Она что, могла состояться без планового инструментария? Я считаю, что сегодня план – это один из таких инструментов, который позволит нам вот такого типа планирования, позволит нам решать вот эту большую, гигантскую, сложную задачу подготовки к новой экономике, экономике будущего периода, где интеллектуальный продукт, высокотехнологичный продукт, будет главным. Да, Андрей Иванович. Я хочу сказать следующее. Я думаю, что наша экономика и наши кадры вполне созрели для того, чтобы использовать плановые механизмы. Тем более, что вот в таком разрозненном, несистемном виде они уже используются. То есть люди, которые умеют оперировать этими методами, они у нас есть. Вопрос заключается в стратегии. В том, чтобы эти плановые решения, они подчинялись определенной стратегии, чтобы они были системными, чтобы они были увязаны между собой, чтобы они имели финансовое обеспечение, ресурсное обеспечение. И, к сожалению, этому препятствует сложившаяся в нашей экономике экономическая модель. И поэтому я бы сказал так, что эта модель с самого начала не была нацелена на достижение тех целей, которые формально провозглашались. Она была нацелена на достижение других целей. И поэтому без того, чтобы от нее отказаться, мы никуда не придем. Да, Александр Иванович. Ну, Андрей в значительной степени высказал позицию, к которой мы с ним придерживаемся и не раз аргументировали. К сожалению, развитие выборочного, селективного планирования, не говоря о чем-то большем, невыгодно тем, кто сегодня обладает основной экономико-политической властью. И поэтому эти социальные слои на уровне иногда даже неосознанных, на уровне рефлексов, таких экономических рефлексов, выдвигают наверх тех ученых, тех экспертов, тех чиновников вплоть до высшего уровня, которые идеологически оформляют это в виде господства, идеи свободного рынка, идеи таргетирования инфляции. Вот тех аргументов, о которых мы говорили в начале передачи, я, хотя и человек левых взглядов, но сейчас говорю, как такой настоящий реформист. Да, я не призываю никаким революционным действиям. Речь идет о умеренной модели, но она требует изменения системы экономико-политических отношений. Я могу сказать вот что. Конечно же, отказ от планирования этой идеологии. И эта идеология вполне конкретная. Все дело в том, что национальный капитал, он всегда, и Россия в этом смысле не исключение, он делится на две большие части. Одна часть – это как бы национально ориентированный капитал, который считает, что здесь должно быть все хорошо и правильно устроено, так, чтобы удобно было жить, и чтобы люди могли спокойно жить, работать, заниматься своими делами. И вторая часть, которая озабочена прибылью иностранных инвесторов, которые они получают на территории нашей страны. И вот, к сожалению, вот эта компрадорская часть национального капитала, она сегодня взращивает соответствующую идеологию. Для того, чтобы отражать интересы транснационального капитала, здесь нужны две вещи. Это, во-первых, дешевые ресурсы, и, во-вторых, демонтаж государственности. Что, собственно, мы и видим сегодня. А отказ от планирования – это только одна маленькая составная часть того общего демонтажа государственности, который у нас в свое время происходил в 90-е годы. И, к сожалению, этот вектор не преодолен еще до конца. Но нам остается верить в то, что он будет преодолен. Потому что хорошо жить более разумно, чем плохо. И мешает это сделать только идеология. Да, Сергей Ильич. Почему планирование – стержневой элемент? И не случайно сейчас, обратите внимание, беспрецедентный случай. Президент принял пять лет назад решение политическое. Должен быть в стране закон о стратегическом планировании. Он принят был в соответствии с поручением президента, преодолевая гигантское сопротивление. И вот беспрецедентный случай. Под занавес политического цикла, Государственная дума, которая вот-вот должна уже уйти... Да, сегодня последний... В качестве приоритетного законопроекта рассматривается сейчас внесенный правительством закон о переносе сроков исполнения закона о стратегическом планировании на три года. На три? Да, вы понимаете? Да, немного не надо. Это настолько неадекватная с точки зрения системы государственного управления инициатива, которая говорит о том, что чиновники, от которых зависит планирование, как черт от ладана от него шарахаются. И не только чиновники, вся властвующая элита. Почему это происходит? Дело в том, что планирование, как только мы начнем его последовательно проводить жизнь, вскроет сразу все пороки и недостатки нашей системы управления. Первое. Ответственность за использование государственных денег и за исполнение планов. Все коррумпированное чиновничество, все, кто сидит на госденьгах, не хотят планирования. Они его боятся, потому что сразу придется отвечать не только за то, чтобы деньги не разворовали, но и за то, чтобы деньги были эффективно использованы. Да, мы об этом не говорили, но, суть по всему, гигантская коррупционогенная составляющая в отсутствии такого планирования просто есть. Она просто порождается отсутствием планирования и провоцируется им. Но я вам скажу, что ведь парадокс, мы говорим, не хватает денег, а ведь огромные остатки денег на счетах наших институтов развития, на счетах бюджета, потому что чиновники не хотят брать на себя ответственность по управлению этими деньгами. Планирование заставит их это делать, заставит ответственно подходить к исполнению своих функций и отвечать за результаты. Второе. Планирование, несомненно, вскроет необходимость введения валютных ограничений, потому что если мы хотим стабильный курс рубля, значит, нам необходимо защищать рынок от финансовых спекулянтов. И последнее. Планирование означает повышение роли науки, образования и компетентности. Поэтому все, кто некомпетентен, против нас. Понятно. Знаете, я и до начала этой передачи считал, что нужно менять многое в нашей системе экономического управления и ориентироваться на ту модель без тех советских недостатков, которые условно называют этим государственным планированием. После этого разговора, когда всплыли дополнительно все проблемы, о которых я ощущаю как потребитель, о которых вообще-то много говорят, я еще больше убедился в том, что так нужно сделать. И, конечно, не через три года, но как минимум сразу после начала этой самой деятельности Государственной Думы нового созыва. То есть уже осенью этого года. Но, видимо, решать будет президент. Спасибо. До новых встреч в программе «Что делать?». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова